Приветствую вас! Ну, давайте мы с вами, наверное, начнем с таких более-менее очевидных причин того, что вы делаете. И для начала я предлагаю вам рассмотреть вариант того, что вы сравниваете себя вот с этими самыми девушками. То есть заглядывая девушкам в декорте, вы пытаетесь увидеть доказательства того, например, что вы красивее, что у вас все в порядке и так далее. Это проявление определенной неуверенности в себе в таком случае. То есть то, что вы пытаетесь сравнивать себя с другими, это следствие именно неуверенности в себе. И здесь, по моему мнению, вам нужно работать именно над тем, чтобы неуверенность в себе пытаться, ну, скажем так, побороть. Для этого нужно понять, в чем именно, в чем конкретно вы не уверены в себе и почему. А дальше уже нужно будет разбираться с тем, как у вас это, как у вас давно подобное и, значит, кем у вас сформирована подобная точка зрения именно на себя. Значит, вторая причина – это неудовлетворенность сексуальная. И сексуальная неудовлетворенность здесь, на мой взгляд, заключается в том, что если вы сексуально неудовлетворены, то вы, ну, может быть, ищете причины того, что вы сексуально неудовлетворяетесь в том, как, опять же, вы выглядите. То есть, может быть, вы подсознательно пытаетесь как-то вот найти способ понять, что же сексуального, например, у других девушек, да, и так далее. Это вот еще один момент, еще один нормальный вариант. Следующий вариант. Вы говорите о том, что у вас все в порядке с ориентацией. Все нормально, с ориентацией. На мой взгляд, на мой взгляд, подобное утверждение является несколько странным с точки зрения, опять же, психологии. Потому что если вы говорите, что у вас с ориентацией все нормально, значит, значит, есть люди, те, у кого с ориентацией не все нормально. Ну, в частности, может быть, вы подразумеваете как раз таких людей с нетрадиционной ориентацией. Но в таком случае можно говорить о том, что вы отвергаете другую ориентацию. И именно отвергаете ее. А обслужение любой ориентации – это определенный невроз. То есть, по сути, вытеснение своей веселады. И тогда то, что вы, например, заглядываете в декольте другим девушкам, объясняется, легко объясняется тем, что вы, может быть, всегда стремились именно к женщинам, стремились к женщинам, но в силу ряда причин вы себе это запрещали. И вот именно потому, что вы себе это запрещали, как раз сейчас это дает о себе знать. Ну, так, по крайней мере, может быть. И я могу здесь вам только сказать о том, почему вы в таком случае не позволяли себе быть собой. Конечно, нужно больше информации о вас, конечно, нужно больше анализировать то, что происходит с вами в вашей жизни. Конечно, нужно больше думать, побольше поразмышлять на тему того, как так вообще получилось, что вы стали заглядывать в девушке на декольте. Почему раньше не заглядывали, что поменялось в вашей жизни, да, что изменилось в ней и так далее. Это здесь, конечно, на работу. И надо сказать, что без анализа невозможно сказать, что с вами не так, что с вами происходит. Причем я бы исключил бы из вашего лексикона, из вашего понятийного аппарата вот эти вот самые слова, что у меня ненормальная, то есть у меня все нормально с анализацией, а у кого-то друг у другого ненормально. Мне бы не хотелось, чтобы у вас подобные мысли были, ибо они не верны. Они ни к чему хорошему опять вас не приведут. Вот. Значит, вот так. Так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас еще остались, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...